Параграф 10. Германские земли в XVIII веке. Вспомните, что вы знаете о Священной Римской империи. Какими были результаты 30-летней войны 1618-1648 годов для германских земель? Раздробленность Германии. Самой важной особенностью исторического развития германских земель в XVIII веке являлась беспримерная, не имеющая аналогов в европейской истории раздробленность. Было неясно, что вообще нужно понимать под словом Германия. Страны с таким названием не существовало, а для географического понятия Германия обладала слишком неопределёнными границами. Какие-либо чёткие политические очертания также было увидеть не так просто. Невзирая на своё название, Священная Римская империя германской нации в действительности включала в себя не только немцев, но и, например, часть итальянцев и чехов. Имперские князья владели землями вне империи, такими как Венгрия, польские земли. А иностранные государьи, например, короли Дании и Швеции, располагали территориями внутри её. Обычно немец не только не ощущал границ империи, но и не понимал, где находится её центр. Столица Священной Римской империи как таковой не существовала. А ведь именно столица являлась в других странах точкой политического, экономического и культурного притяжения. Немцы её не имели. Между тем, в германских землях шли те же процессы, которые в других странах велико укреплению центральной власти. Под знаком абсолютизма монархи усилили свою власть, а политика меркантилизма способствовала экономическому сплочению. Но проблема заключалась в том, что эти процессы проходили не на уровне всей империи, а на уровне входивших в неё отдельных государств. Поэтому они лишь ещё больше усугубляли раздробленность. Однако не только политические границы отделяли друг от друга немцев. К ним добавлялась и другая невидимая грань – религиозная. Конфессиональный веросповедный раскол на католиков и протестантов, в таких масштабах миновавший большинство европейских стран, являлся одним из главных препятствий к становлению единой нации и государства. Культурная разнородность также ещё больше укрепляла раздробленность. Даже время дня измеряли в германских землях по разным часам, а время года – по разным календарям. Культурная пестлота была настолько сильной, что дала повод известному немецкому просветителю Лихтенбергу для гойкой шутки о том, что немцы не создали даже общенационального ругательства. Жители отдельных государств считали себя скорее баварцами, саксонцами, пруссаками, чем немцами. В целом раздробленность оставалась тем фактором в жизни германского общества, который определяющим образом воздействовал на его политику, экономику и культуру. Многообразие – вот фирменный знак, под которым проходило всё историческое развитие Германии в XVIII веке. Политическое развитие германских земель Политическая жизнь германских земель протекала на двух уровнях – империи и составлявших её отдельных государств. Важнейшим из немногих центральных органов империи был заседавший в Легенсбурге Рейхстах. В нём присутствовали три так называемых имперских сословия. Это были курфюрсты – семь наиболее сильных имперских князей, обладавших право избирать императора. Затем шли другие князья и графы, а также представители ряда городов. С годами Рейхстаг превращался во всё более неповоротливый орган, с большим трудом принимавший какие-либо решения. Император Кайзер, почти всегда избиравшийся из династии австрийских Габсбургов, обладал очень ограниченными полномочиями. Только с согласия Рейхстага он имел право сдавать законы, вводить налоги и решать вопросы войны и мира. Всё реальное политическое развитие в германских землях сосредоточилось на уровне отдельных государств. При этом политическая палитра германских земель отличалась исключительной пестотой. Великие европейские державы соседствовали здесь с карликовыми княжествами, а владение епископов и рыцарей – с городами-государствами. Количество носителей различных суверенных прав исчислялось невероятными цифрами, по разным подсчётам от 1500 до 1900. Политическая карта германских земель того времени напоминает лоскутное одеяло, причём больше всего мелких и мельчайших кусочков располагалось на западе империи. Над этим миром мало государств возвышались две великие германские державы – Австрия и быстро набиравшая силу Курфюршество Бранденбург. Уделялось также несколько средних по силам и размерам стран. Одной из них было Курфюршество Саксония, которое располагало едва ли не лучшими в империи экономическими ресурсами – серебряными шахтами, процветавшим текстильным производством, а также знаменитой ярмаркой в Лепциге, имевшей европейское значение. Честолюбивый Курфюрст Август II смог добиться избрания на польский трон. Саксония и Польша оказались связаны персональной унией, то есть имели общего монарха, хотя продолжали оставаться разными государствами. Август II получил прозвище сильный, поскольку обладал большой физической силой, из всех современных ему государей уступая лишь Петру I, которого он знал лично. Два монарха стали союзниками в Северной войне 1700-1721 года. Однако в целом продолжавшиеся вплоть до 1762 года попытки саксонских Курфюрст усидеть сразу на двух тронах не пошли на пользу ни Саксония, ни Польша. Саксония страдала от многочисленных войн, связанных с польским опросом. Не меньшим честолюбием отличались Курфюрсты Баварии. Они были единственными, кто всерьез осмелился оспорить у Гавзбургов императорскую корону. Чем все правители Баварии рассчитывали добиться своих целей, опираясь на помощь Франции. Однако это не присло им успехов. Вместе с Францией они проиграли в войне за испанское наследство 1701-1714 годов, в результате которых государственных долг страны к 1725 году возрос до 26 миллионов гульденов при годовом доходе в 4 миллиона. Бавария практически на весь XVIII век попала в прочный круг финансовой зависимости. Желание расплатиться со старыми долгами заставляло делать новые долги, увеличившие зависимость от Франции, которая выступала в роли главного кредитора. Война за австрийское наследство 1740-1748 годов, казалось бы, принесла осуществление вековой мечты. Баварский Курфрус в 1742 году стал обладателем пиратской короны и под именем Карла VII насиловал три года до своей неожиданной смерти. Однако итог войны оказался плачевным. Задолженность страны увеличилась до таких размеров, что в Мюнхене оставили всякие честолюбивые помыслы и были заняты главным образом поиском денег. Примеры Саксонии и Баварии показывают нам, как силы и ресурсы целых стран ставились на службу династическому числа и их правителей. Это было связано со слабостью местных со словом представительных органов, лантагов, неспособных как-либо охраничить своих монахов. Однако в герцогстве Вертенберг, напротив, позиции лантага были необыкновенно сильны. В нем заседали горожане и зажиточные крестьяне, которые десятилетиями сопротивлялись попыткам герцогов создать постоянную армию. Когда в 1735 году герцог потребовал создания армии, которая должна была составлять 3% от численности населения, и попытался в обход лантага регулировать государственные долги, вся страна пришла в движение. И герцог был вынужден отступить. Таким образом, не имевшему аналогов государственному разнообразию германских земель, соответствовало и многообразие вариантов внутреннего развития. Неповторимым характером обладало также то государство, которому в будущем предстояло определить весь ход немецкой истории. Курфюршество Бранденбург. Бранденбургско-прусское государство. Одним из самых поразительных явлений не только германской, но и европейской истории было стремление возвышения Бранденбурга Пруссии, а крайное малозаселенное небольшое государство с неплодородными, часто болотистыми почвами и ничтожным весом на международной арене досчитанное десятилетие превратилось в великую европейскую державу. Успех Пруссии был в первую очередь успехом династии Гогенцолернов. Получив в начале 15 века ядро будущего королевства, Курфюршество Бранденбург начали 17 века, они сделали приобретение, которое во многом предопределили последующее развитие страны. Владение на Нижнем Рейне, на самом западе империи, а также Пруссию, находившуюся за ее пределами на востоке. Герцогсова Пруссия, представляющая собой земли Тевтонского ордена, под главенством польской короны, позднее дала название всему государству. Таким образом, Бранденбургско-прусское государство складывалось из трех территорий, отделенных друг от друга десятками и сотнями километров. Эта исходная ситуация лежала в основе характерных черт прусского государства. Разробность территории требовала особенной эффективности от государственного аппарата, а также наличия мощной армии. Обе черты, милитаризованность, то есть повышенная роль армии, и эффективный государственный аппарат станут каркасом прусского государства и сохранятся на следующие три века его существования. Недаром Наполеон впоследствии говорил, что Пруссия вылупилась из пушечного ядра. В завершении Пруссии благоприятствовали и международные обстоятельства. Благом для нее оказался одновременный взлет России в эпоху Петра Первого. Подъем России менялся отношение сил на востоке Европы, и Пруссии было легче найти себе там место, поскольку основное внимание местных лидеров Швеции, Польши и Турции сосредотачивалось на России. Кроме того, Пруссия, будучи страной скорее бедной, тем не менее выгодно отличалась от новых европейских держав с довольно устойчивым положением государственных финансов. Особенностью Пруссии являлось наличие больших королевских владений, доходы от которых составляли не менее четверти государственного бюджета. Большое значение имело и введение системы косвенных налогов, практически не подконтрольных сословным органом. Чрезвычайно прочной была и социальная структура, важнейшую роль в которой играло прусское дворянство, юнкерство. Юнкеров отличало особое самосознание и характер их связи с государством. Каждый юнкер видел перед собой лишь два возможных жизненных предназначения – хозяйственные на земле, либо военная служба. Королевские указы запрещали юнкерам учиться за границей, поступать на иностранную службу, и всячески поощряли их обучение в королевском кадетском корпусе. Прусские короли последовательно добивались как можно более тесной увязки общественного устройства и структуры армии, определяя крестьян на роль солдат, а юнкеров на роль офицеров. В результате государство обрело мощную социальную опору в лице юнкерства, отличавшегося от прочего европейского дворянства, необычайно развитым культом долга, верности королю и массовой вовлеченности в военную службу. Подъему Пруссии способствовали ее монархии. Целая череда энергичных, целеустремленных и не стесняющихся в средствах правителей на протяжении многих поколений, преследующих одну цель – объединить разознанные территории и приумножить их. Только бренденбургским курфрустам удалось добиться для себя титула королей, кто сразу выделил их из ряда прочих германских монархов. Значительный шаг на пути к возвышению Пруссии был сделан в правлении Фридриха Вильгельма I года правления 1713-1740. На фоне погрязшей в долгах Баварии и огромных трат Августа II на роскошный двор, этот монарх взял курс на железную экономию, охраничивая даже самого себя в самом необходимом. В итоге он добился оздоровления государственных финансов. Однако главной своей силой Фридрих Вильгельм I направил на реорганизацию прусской армии, получив прозвище «Король-солдат». Учреждалась новая система призыва рекрутов. В массовом порядке привлекалась на службу дворянства. На численно увеличившуюся армию уходило теперь 4,5 государственных доходов. Осаждался дух преклонения перед армией как ядром общества и государства. Армия занимала все мысли короля-солдата в буквальном смысле до смертного часа, когда у постели умирающего короля зазвучало религиозное песнопение «Нагим, пришел я в этот мир, нагим его покину!» Фридрих Вильгельм I нашел все силы воскликнуть «Неправда, меня похоронят в мундире». Два аграрных мира. Германские земли не являлись лидерами так называемой аграрной революции, постепенно мневшей обрек сельской Европы. Многопольный севооборот был большой редкостью, по-прежнему развивалось в трехполье. Несмотря на все усилия, картофель по-настоящему начал распространяться лишь со второй половины XVIII века и еще не успел произвести революцию в питании бедняков. Преобладали традиционные зерновые культуры. Особенностью германского сельского хозяйства стала довольно широкая распространенная и последовательная деятельность по улучшению почвы в засушливых и болтятых местах. Одной из главных отличительных черт аграрного строя опять-таки было многообразие. В разных государствах различались безземельные отношения, правоположения крестьян и многое другое. Однако уже с конца XVII века все более четко проявлялось иное различие, проходившее поверх государственных границ и разделявшее германские земли на две неравные части с запада на восток, приблизительным рубежом между которыми являлась река Эльба. К западу от Эльбы аграрный облик определяло крестьянское хозяйство. Лично свободные крестьяне владели землей, как правило, на условиях краткосрочной аренды. Иногда они имели право передавать землю по наследству. Характер, размеры, повинности в разных странах и регионах различались и могли достигать третьей или даже половины произведенного крестьянином. В целом даже к концу XVIII века 70-80% крестьян почти не получали доходы от своих хозяйств из-за малоземелья, отсталой техники и различных поборов. За Эльбой начинался мир крупных помещичьих хозяйств и подневольного крестьянства. В русских землях, Мекленбурге, Померании, части Саксонии начиналось так называемое второе издание крепостничества, когда быстро росло крупное дворянское хозяйство, в том числе за счет насильственного сгона крестьян с земли, а также увеличение их личной зависимости. Основных причин неожиданного воскрешения в новую эпоху средневекового по форме отношений было две. Первой предпосылкой закрепощения крестьянства было наличие значительных пространств при острой нехватке рабочих рук на востоке Германии. Решающим толчком послушали опустошения, принесенные 30-летней войной. Кроме того, огромным стимулом для развития барочной системы хозяйства стал рост спроса на сельскохозяйственную продукцию в странах Западной Европы. В выигрыше от такого спроса оказались не мелкие и малопродуктивные крестьянские хозяйства Западной Германии, а крупные крепостные земельные владения на востоке. Так, парадоксальным образом, развитие промышленности и буржуазных отношений в государствах Западной Европы консервировалось и нереальный строй на востоке Германии. Ремесло и торговля. 30-летняя война разрушительным образом сказалась на германском ремесле. Лишь с XVIII века начинается подъем городского производства. Основной отраслью было текстильное производство, распространенное по всем германским землям, но особенно развитое в Саксонии, Силезии, на Нижнем Рейне. Постепенно сдавало позиции цеховое ремесло. Цехи все менее устраивали правителей, поскольку они сдерживали рост производства. А это мало соответствовало мечтам князей об активном торговом балансе в духе, Саксонии. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...